Новый день, как обычно, новое приключение. Сегодня мы едем на дорогу в Смерти, Боливия, одной из самых знаменитых дорог в мире. Здесь сейчас устраивают, кстати, велотуры, где-то примерно 30-40 долларов стоит прокатиться. Якобы там с высоты 5000 метров ты спускаешься за тысячу метров. Вроде, мне кажется, довольно интересно. Но есть проблема. Проблема такова, что надо купить бензин. Бензин Гринго продают по завышенной цене. Поэтому я нашел такие бутылки и иду сейчас на заправку покупать бензин. Бензин Гринго продают по самому. Продолжение следует... Здравствуйте, Синий Трофим. Спасибо. Какая же хрень с топливом. В итоге я заправил только одну канистру, 5 литров. Буду по дороге искать. Это вообще, конечно, фан будет. Найди заправку, чтоб тебе заправили. Не хотел заправлять? Еда стоит с бутылкой колы. Все это 3 доллара. Спасибо. Есть специи. Это курица, рис, картошка, не банан. Вот в такой кафешке. Скажем, более новый Лапас. Даже с небоскребами, пусть небольшими. И вон пойдем с границы. Это этот парк, это дерево. Видно, очень любят на них залазить. Я не знаю. Но зато красиво. Да, вот так и покупаем бензин. Скажем, сколько тысяч? Скажем, 100. Скажем, 100. мне вообще казалось 4 200 тоже так высоко 4 700 и мы поднимемся еще на 5000 представляете 5000 будет здесь холодно буду одеваться а я что-то еще все не взял стирал их вот такая охващи вау охренеть вау крутяк что-то везет мне с погодой ну нам туда видите дэшроуд вот и дорога смерти где где и и и и и и и и да погода не самая хти ну по таким дорогам я уже ездил я бы не сказал что тут прямо так аж страшно и опасно Ну красиво Такие джунгли Мы будем сейчас спускаться Поэтому велотуру начинается с самой верхушки Прямо так жутко Чего они так Ну конечно две машины разъехаться Ну да, высота как бы тут поболее Чем где я ездил Смотрится Смотрится круто Телефон уже не функционирует От этого дождя Вау, да, такое В объеме Пошел вниз Прикольная дорога Да, наверное здесь померло Там много людей Красивенько Красивенько Вот тут Красивенько Такая Теперь Проizar Голово Субтитры делал DimaTorzok Мы на дороге смерти Пробуем залезть Красота-то какая Помним, да? Залезть это легко, обычно слезть тяжело Вот такие вам и фотографии Вообще как бы интересно покататься, я бы не сказал, что здесь так опасно Как я устал уже от этих высот От влажности, погоды Не очень хорошая погода Сложно снимать и нормально сделать кадры Вот этот туман Люди, велосипедисты, кто-то с камерами Автобусы катающиеся Постоянно помогающие им Я бы сказал, что здесь прямо так опасно Здесь, конечно, ты просто не будешь прыгать вниз Мотоцикл придется мыть уже Погода, конечно Туманчик Зелененькие велосипедики Ну и мы на дороге смерти ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Погода Да, 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 да. Тут еще какое-то препятствие. Что у нас? Вы должны платить 25. 25? Ага. Почему? 3 мента. Почему? Для медиа. Нет, нет. Почему? Почему я нужно платить? Что это? В общем, за эту, скажем, пленную дорогу тебе надо заплатить 25 местных. Ну, пусть это 4 доллара. Ну, что за... Мокро, сыро, хлеба и колбасы. Ну, пока! Ну, сказать, что веселая какая-то дорога, или там, ну, красочная, вот красивая, что да. А так, в остальном, я бы сказал, я уже по таким дорогам ездил не один раз. На велосипеде я бы, наверное, не поехал. Это такой для лайтового туризма, что там прокатился, скатился, ой, и все. Не знаю, может, конечно, если бы компания была бы. Второй раз я по этой дороге точно бы не поехал. Знаем? Ну, вот и закончилась дорога. И ручей. И вот уже что. Вот. Вот погат. Я платил. Я у меня тикет. Тикет. Это папелико, ты ай. Это тикет. Нет, нет, я платил тикет. Как? Я у меня тикет. Ай-ка, парай, папасан. Нет, нет, я у меня тикет. Я платил тикет. Что у вас за семья такая? Это с отро. Я платил 25 песо. Нет, это с отро. Нет, это все. Это с отро. Это с отро. Это с отро. Нет, нет. Это все. Он говорит, что это 25 песо я даю. Дос боливианам, что это? 25 песо. Боливиана. 25 боливиана. Ну вот и закончилась дорога смерти. Скажу, я не в восторге от нее. Ожидал большего. Сейчас приключение продолжается. Надо вернуться домой. А это фактически 100 километров. Плюс еще надо где-то заправиться. Ладно, погнали. Как пришло в небе! Давай, давай! Давай, тяни, тяни, тяни! Не работает! Это вообще-то! А вот это силище, ребята! Там снег даже. Вот так по дорожке перекусить. Купил я вон картошку, рис и курица. Обычная еда для этого региона. Одни такси. Перед завтрашней поездкой начал смотреть цепь. Что-то мне она не очень начала нравиться. Она прошла где-то десятку. Учитывая, что она без сальников. Может, чуть больше. Вот. Если это звезда ведущая, то нормально. То ведомая звезда уже не очень красивая. И, наверное, в Урагуае надо будет покупать. Так что я сейчас поменял цепь. У меня крутился аккумулятор. Что-то мотоцикл начал было. Все неплохо заводиться. Так я все контакты перечистил под сиденьем. Это уже не снимал. Мне повезло. Я перед выездом купил еще бензина. Сейчас зальюсь. Еще сделаю себе лейку. Ну и так осматриваю мотоцикл. Готовлюсь к завтрашней поездке. Ну что, комментарии по поводу видео, по поводу музыки. Конечно, я приманимаю к сведению. Постараюсь использовать минимум музыки. То есть там, где идет очень сильный шум. Я надеюсь, на днях я все-таки найду камеру. В Ла-Пасе я не нашел. Я иду сейчас в еще один большой город. Попробую там поискать. Если там не будет, то только в Урагуае. Но это уже, к сожалению, только через неделю. Так как задержка у нас примерно на 6 дней. Естественно, я уже выпускаю ролики. Загружаю их в YouTube. А уже после этого читаю ваши комментарии. Поэтому потерпите, ребята. Я надеюсь, исправится. Камеру я уже решил, буду брать А300. Ну, так что сегодня мы движемся на Солончак. На соленое плато. 500 километров отсюда. Сейчас я проведу стрим. Как обычно, сборы. Моя койко-место. Ну, смотрим, ребята. Попробуюdomяп у меня ыliaет оfar. Ну, оно уже какой-то адрес и будет на доме. Пою 인 patа. Опять я не могу. Попробую, чтобы выиграть его. Попробую, чтобы выиграть его prematurely, Of нерезда над д backs. Попробую, чтобы Chanel был Roll journalist.